Здравствуйте, уважаемые зрители! Как говорят в народе, рыбу чистят с головы. Разберем технологию правильной чистки рыбы. Логично предположить, что первым делом отрезается голова, затем спаривается брюхо и вычищаются внутренности. И только потом счищается чешуя. Отмечу, чешую с рыбы удобнее счищать, держа ее за хвост. Теперь разберем на всем известной кемеровской трагедии, по какой технологии чистят рыбу Путин и Бастрыкин. Для начала вспомним, на что сделал акцент Путин, общаясь с кемеровчанами. Я напомню, почему охранник не нажал кнопку. Вспомним, на что сделал акцент Бастрыкин, общаясь в администрации с Путиным, Пучковым, Тулеевым и так далее. Почему охранник не нажал кнопку? Вследствие чего, насколько мне известно, охранника первым и осудили. То есть, как по мне, Путин с Бастрыкиным первым делом рубят рыбе хвост. Затем, насколько мне известно, начали искать виноватых среди рядовых сотрудников зимней вишни, пожарников и так далее. То есть, начали счищать с рыбы чешую. Тем самым, раздавливая внутренности и чухая жабры. И только потом, насколько мне известно, начали искать виноватых среди технических специалистов, арендаторов, подрядчиков. То есть, вспороли брюха и вычистили раздавленные внутренности. И то, как я считаю, в большей степени из-за общественного резонанса и недовольств и возмущений потерпевших. А голову с почуханными жабрами оставили на месте. А вот теперь представьте себя на месте тех чиновников, олигархов в высших эшелонах. Которые прекрасно осознают тот факт, что Путин с Бастрыкиным, скажем так, рыбу чистить не умеют. И даже если произойдет что-то ужасное, погибнут люди, погибнут дети. Путин с Бастрыкиным голову рыбе рубить не будут. Возникает вопрос, не возникнет ли у вас чувство полной безнаказанности, которое перерастет в беззаконие и коррупцию. Выводы делайте сами. Всем спасибо за внимание.